Вот так выглядит мирная операция. Мы просидели с самого утра. Вот она, мирная операция. Насколько смелишь. Не рассказывайте мне, суки, мирную операцию. Вот дом, где вот пятый. Ярослава, я с Наполяной скорее. Давай. Это соседний. Вот русский мир. А вот сухпоёк из танка. Чтоб было понятно, что это армия России, а не Украины. Вот русский мир. Все остались. Колесники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И соляры полно. Ходить, качать, разбирать. Ах, пидор. Права нам ведет съемку разбытного. Солдаты шли по средней бой. А молодого командира не шли с пробитой головой. А молодого командира не шли с пробитой головой. Музыка. Музыка. По танку вдарила болванка, Вращай, родимый, беги. По щиты труба. А возле танка На полонят утренний пиззаж. Вщиты труба. А возле танка На полонят утренний пиззаж. Машина полами нем объята. А вот-вот рванет по е-комплект. А жить-то хочется, ребят. Пиззет, это все, бля. Сейчас. Вы думаете, он беспокоится о себе русских в Донецке? Плевать он хотел. Он перед этим и все интересы русских продал в Туркмении. Вы знаете это? Вы знаете, что он заключил с Туркмен-Баши, когда тот еще был жив, договор газ в обмен на русских. Он сказал так. Нам наплевать на русских, которые живут в Ашхабате и в Туркмении. Если вы нам гарантируете поставки газа, чтобы мы потом их продавали в Европу, там, Украине и так далее, вы можете забирать гражданство этих русских. Он до сих пор это делает. Что, в Крыму там кто-то ущемлял русских? Там русские у власти всегда были. Или в Донецке кто-то их трогал? Ему абсолютно плевать. Ему главное удержать власть любой ценой. Да, если нужна победоносная война с братьями, украинцами, он будет воевать. Потому что цель не обеспечить порядок и благоденствие Донбасса. Это полная ерунда. Абсолютно. А цель удержать власть. Он бы ее мог удержать, если бы он строил дороги у нас в стране, если бы у нас в стране налажилось здравоохранение, если бы у нас не было африканский уровень смертности. В моей родной области, теперь Ярославска, где я депутат, умирают люди от онкоболезни. Знаете почему? Потому что нет лекарств, обезболивающих лекарств, и люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что нет денег в бюджете. И этот негодяй, вместо того, чтобы Россией заниматься и решать наши проблемы, он решил вас учить. Вот это бесит, понимаете? Я понимаю, мы были Америкой, процветающей страной, и вот мы несем что-то светлое, великое и полезное украинскому народу. Что светлого великого несем? Этого ублюдка Киселева Дмитрия светлого мы несем? Или продажу нефти и газа по всему миру? И за счет этого набивание себе карманов? Что светлого-то мы вам хотим дать? Вот так мы хотим дать как nourри. Дать who sept 할 машине. Уже все, нет заворочих церквей. роддом 1 Шартов поднялся с работы вот урабобу не за насиянь Люди, есть он? Он дом, бракарная Говорит, все Все в крови Гаварина, когда идем, тоже нет Или уже спустили самостоятельно Сука, блядь, твари, блядь, мосты въебали Сука, пидорасы, блядь, сядь, блядь, музыкалку взорвали Это пиздец Это жесть Это жесть